Что вы знаете о полезных свойствах горчицы? Известный врач Иван Павлович Неумывакин рассматривал эту приправу как средство, способное помочь в борьбе с 13 различными заболеваниями. Давайте разберёмся, при каких именно недугах можно использовать горчицу и как правильно это сделать. Когда горчица может оказать помощь? В составе горчицы находятся ферменты, стимулирующие более быстрое переваривание пищи в желудке. Это способствует предотвращению запоров и других расстройств пищеварения. Для усиления данного эффекта рекомендуется употреблять горчичные семена в диапазоне от половины до целой чайной ложки. Эту дневную дозу можно разделить на несколько приёмов. Второй категорией недугов, на которые оказывает благотворное воздействие горчица, являются нарушения кровообращения и сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания. В составе горчицы присутствует сульфур, который способствует расширению сосудов и улучшению кровотока. Кроме того, горчица способствует снижению уровня холестерина в крови. Это имеет важное значение для предотвращения атеросклероза, гипертонии и нарушений в работе сердечной мышцы. При гипертонии рекомендуется использовать горчичные пластыри, но их следует накладывать только на затылок и икры ног. Горчица также богата антиоксидантами, включая сульфорофан, который служит защитой организма от вредных свободных радикалов и способствует предотвращению возникновения раковых процессов. Из-за этого свойства горчицу применяют для профилактики рака желудка и толстой кишки. В составе горчицы находятся компоненты, которые способствуют активации выделения желчи, что способствует улучшению пищеварения и предотвращает образование желчных камней. Эта приправа также приносит пользу тем, кто страдает диабетом. Профессор Неумывакин отмечал, что регулярное употребление горчицы способствует уменьшению содержания сахара в крови. Горчица эффективно уменьшает воспалительные проявления. Её антибактериальные характеристики способствуют снижению вероятности развития инфекции мочевыводящих путей. За счёт наличия витамина С горчица способствует укреплению иммунной системы и обеспечивает защиту организма от вирусов. Кроме того, она содержит важные микроэлементы, включая железо и магний, которые необходимы для нормального функционирования разнообразных биохимических процессов в нашем организме. В составе горчицы находятся витамины и микроэлементы, которые имеют важное значение для поддержания здоровья кожи и волос. Обладая способностью улучшать кровообращение, горчица действует как эффективный стимулятор роста волос. Для ухода за волосами рекомендуется смешать столовую ложку горчицы с 400 мл тёплой воды и нанести получившуюся смесь на волосы на некоторое время. После этого следует тщательно смыть смесь. Особое внимание следует уделить наличию витамина А в составе горчицы, так как он играет ключевую роль в поддержании здоровья глаз и хорошего зрения. Регулярное употребление горчицы имеет способность защищать глаза от возникновения дегенеративных изменений, включая те, которые часто наблюдаются у людей старшего возраста. Если вам интересно это видео, оставьте комментарий. Будем рады узнать ваше мнение о данном видео. Пожалуйста, поставьте лайк. Прошу поддержать работу команды. Подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка подписаться превратилась в «Вы подписаны». Спасибо и приятного просмотра. ОРВИ и ГРИП Проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый год, но с использованием горчицы можно избежать их. Старый, но проверенный способ борьбы с простудой заключается в том, чтобы насыпать сухой горчичный порошок в носки и носить их в течение нескольких дней. По мере необходимости следует менять порошок. В случае длительной и настойчивой простуды могут быть полезны ванны с горчицей. Для этого разведите 200 г горчицы в воде до образования смешанной массы и добавьте в ванну с температурой не выше 36 градусов. Рекомендуемое время нахождения в ванне – до 10 минут. Для детей количество горчицы в ванне не должно превышать 50 г. Бронхиальная астма и другие заболевания дыхательных путей также подразумевает использование горчицы, поскольку она обладает муколитическими свойствами, способствующими разжижению слизи и улучшению отхождения мокроты при респираторных заболеваниях. Помимо употребления горчицы в пищу, также полезно использовать горчичники при различных заболеваниях дыхательной системы. При бронхите и других воспалительных процессах в лёгких и дыхательных путях их можно расположить на груди и между лопатками. Однако важно помнить, что горчичники следует держать не более 15 минут, а при контакте с чувствительной кожей рекомендуется использовать марлевую прокладку, чтобы избежать ожогов. При невральгиях и мышечных болях горчичники также могут оказать помощь, однако следует наносить их непосредственно на участок, где происходит защемление нерва. Учитывая антизапальные свойства горчицы, стоит выделить её использование в случаях ревматизма и артрита. Употребление горчицы может облегчить обострение этих заболеваний, так как она не только ускоряет процесс восстановления, но и смягчает болевой дискомфорт. Для борьбы с болями рекомендуется развести горчицу водой до получения консистенции сметаны. Затем нанести эту смесь на марлю или ткань и приложить к заболевшему участку. Прокладку сверху следует покрыть бумагой. Горчица также может помочь с головными болями, включая мигрени. Этот эффект обусловлен способностью горчицы снижать воспаление и стимулировать кровообращение в сосудах головы. Опасные свойства горчицы и противопоказания Горчица обладает обжигающим эффектом, поэтому чрезмерное употребление этой приправы может спровоцировать раздражение кожи и обжечь слизистую оболочку пищеварительных органов. Злоупотребление горчицей может вызвать затрудненное дыхание и диарею. Врачи запрещают употребление данного продукта при воспалительных заболеваниях почек, язве желудка и 12-перстной кишки, гастритах и энтероколитах. Некоторые разновидности эфирных масел в составе горчицы могут вызвать аллергическую реакцию и индивидуальную непереносимость. Противопоказаниями к лечению данным продуктом являются аллергия на неё, беременность, приём ряда лекарств, с которыми это растение плохо сочетается. А как вы используете горчицу? Есть ли у вас уже опыт в применении горчицы? Расскажите нам о её эффективности. Поделитесь полезными народными рецептами в комментариях, спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. Будьте здоровы и чувствуйте себя комфортно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok